Каждое утро Геннадий Сергеевич подходит к окну, чтобы убедиться, не упало ли дерево. По словам мужчины, местные жители стараются держаться подальше от этого тополя. Ведь в любой момент он может рухнуть. Упадет на окна, балкон разобьет. Или в нашу дому, или в 31-го. Пацаны катаются на велосипедах, на самокатах. У нас с общежитиями ходят из тех домов, из 20-го, 22-го дома. Все ходят. Местные жители говорят, что дереву больше 60 лет. Периодически старые ветки спиливают. Однако в этом году коммунальщики про тополь забыли, жалуются череповчане. Управляющие компании заявили, что это не так. Топиловку деревьев мы производим по мере необходимости. Зимой, конечно, нельзя такие работы выполнить. В основном весной и осенью. Значит, и вот это конкретное дерево мы опиливали. И сейчас обследовали его. Оно не аварийное, простоит. Однако некоторые жители пятиэтажки этого не хотят. Они требуют спилить дерево под корень. Для этого необходимо решение общего собрания жильцов, говорят коммунальщики. Другие же боятся, что на череповец в любой момент может обрушиться ураган, который в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек, а также повредил тысячи автомобилей. На этот случай сотрудники обслуживающей организации развесили объявление, чтобы люди не оставляли свои транспортные средства под деревьями. Из-за дефицита парковок во дворах местным жителям приходится оставлять свои транспортные средства на газоне, вблизи деревьев. Однако, если это дерево повредит машину, то взыскать ущерб, например, с управляющей компанией, будет не так-то просто. Выяснять отношения с коммунальщиками придется в суде. Если автовладелец сможет доказать, что дерево было сухое или гнилое, а коммунальщики вовремя его не спилили, тогда можно рассчитывать на компенсацию. Но если дерево было здорово и только силой ветра его вырвало из грунта, то это уже действие непреодолимой силы. То есть рассчитывать на возмещение ущерба не получится, говорят в мэрии. Спасатели советуют при штормовом предупреждении убрать свое авто подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, а также самим скрыться в безопасном месте. Регулярно у нас, да, при усилении ветра, какие-то деревья падают, падают на автомобиле. Горожанам нашим, к сожалению, достается тоже, получают какие-то травмы. То есть, ну, угроза реальная и надо с ней бороться. Основная наша задача – это безопасить наших горожан. То есть мы уезжаем на место, убираем угрозу падения, ну, а потом соответствующие службы или департамент ЖКХ или управляющая компания, они уже самостоятельно убирают эти деревья. По прогнозу синоптиков сильного ветра в ближайшее время не ожидается, несмотря на сообщения МЧС о штормовом предупреждении, которые накануне разослали многим череповчанам. Татьяна Жданова, Сергей Павлов, Новости. Все, пойдем.